любое видео опубликованное на сайте взято из открытых источников и содержание видео может не соответствовать нашей позиции и личного мнения накануне на границе азербайджана и армении вновь заговорили пушки с обеих сторон есть убитые все это отголоски старой войны за нагорный карабах судя по всему проиграв тогда баку вновь готов взять реванш осталось только понять почему это происходит именно сейчас разговор идет о том что оккупировано 20 процентов территории азербайджана как вы думаете десятимиллионная богатая развитая инфраструктурно вооруженная страна будет позволять оккупировать бесконечное количество времени свою территорию это же невозможно как известно у баку и еревана есть своя горячая точка на горный карабах этот конфликт имеет давнюю и сложную историю а в 1992 1994 годах он привел к кровопролитной войне между двумя бывшими союзными республиками победила в ней армения но азербайджан так и не смирился села потери пятой части свой территории настаивая на восстановление целостности государства невольным арбитром в этом конфликте выступает россия которая заинтересована в сотрудничестве с обеими странами и отсутствие войны неподалеку от своих границ с тех пор прошло несколько десятилетий периодически происходят обострения и стычки с жертвами к возможному возобновлению войны готовятся и баку и ереван при российской помощи на правах союзника по одкб армения укрепила свою обороноспособность за счет откр искандер рсо смерч и истребителей су-30 азербайджан в свою очередь провел весной масштабные военные учения в которых были задействованы более 10 тысяч военнослужащих 120 единиц бронетехники и 30 авиации также баку наладил сотрудничество с анкарей с которой имеет полное взаимопонимание по карабахскому вопросу на последнем хотелось бы остановиться чуть подробнее у азербайджана с турцией имеется соглашение что при любой военной активности в нагорном карабахе баку немедленно известит своего союзника в дальнейшем на его основе были выработаны планы совместных действий по восстановлению территориальной целостности если россия выступает стабилизирующим фактором в замороженном старом конфликте то турция дестабилизирующим начало полномасштабной войны ставит кремль в крайне щекотливую ситуацию попытка понудить к миру азербайджан приведет к разрыву нормальных взаимоотношений с баку при этом москва не может бросить и ереван получаются геополитические виллы создается впечатление что друг риджеп дал отмашку на разморозку карабахского конфликта чтобы надавить на партнера владимира который начал проявлять повышенную активность не только в сирии но и в ливии это может быть вполне обоснованным предположением в ответ на вопрос почему обострение началось именно сейчас когда и так у всех полно проблем в любом случае нужно понимать армении является членом о дкб а значит нападение на эту страну будет означать конфликт со всем блоком включая ядерную державу россию хотя в конечном счете объем помощи который москва окажет еревану в гипотетической войне будет зависеть от количества и качества помощи баку со стороны анкары если турки на основании официального запроса своих азербайджанских союзников рискнут направить в карабах свои армейские подразделения кремль вряд ли ограничиться поставками вооружений и военными советниками в армении тут же появится боевая авиация вкс рф а также системы пво дальнего радиуса действия таким образом в довесок сирии и ливии будет создана еще одна точка напряженности между россией и турцией что неминуемо приведет к ухудшению взаимоотношений пока же москва и анкара сохраняют хорошую мину при плохой игре владимир путин и риджеп эрдоган улыбаются и жмут друг другу руки несмотря на неразрешимые противоречия на ближнем востоке